Я тебя, так сказать, хотел ещё вот о чём спросить, пока у нас есть пара минут. Скажи мне, а как ты отнёсся к публикациям, продолжающимся относительно Путина, его здоровья, его смерти, его воскрешения и так далее? Ты считаешь, что это, ну, большая информационная кампания спецслужб западных, чтобы сподвигнуть окружение Путина к тому, чтобы они его всё-таки деактивировали? Скажу так вот, выражусь мягко, а то все говорят, Фигин постоянно ругается и крови, крови требует. Нет, я могу быть очень интеллигентным и тактичным. Подвигнуть его им, подвигнуть, оценить перспективу? Да, помочь ему заболеть. Задуматься о перспективе, скажем так, я бы покататься. Ну, уже же не вечен, что вы будете делать дальше, когда всё это закончится? Тут же вопрос персональной вины. Что вы делали при Путине, когда он одобрял все эти людоедские решения? Вы там участвовали или вы противодействовали? Потому что пока путинский режим, кажется, незыблемым, так и им всем хорошо, как бы они все в единстве. Ну, вот спрыгнул, значит, супруг дочери Ельцина Дьяченко, Валентин Юмашев, который стал миллиардером при Путине. Он владелец большого такого Москва-Сити вместе с женой объекта. Они миллиардеры долларовые. Ну, вот они... Сегодня он заявил, что всё-всё-всё, ухожу с советников. Он был общественный советник. Но только не такой неуспешный, как ты. А он миллиардером стал. А ты последний доедаешь, как говорится. Сам понимаешь, как в России дела делаются. Так вот, когда меня спрашивают про квартиру или про машину, а квартиры у меня нет, а машина 2007 года. Ну, ты успешный. Ты очень успешный. Знаешь, какой вопрос всегда люди задают? Вы же советники Ермака. Как это так? Ну, да, как это так? Как это так? Поверить не могут. И эти же люди потом приходят рассуждать о бескоррупционном государстве. Что всё должно быть честно в политике и так далее. Ну, это такое. Так вот, что я хотел сказать. Что здесь, безусловно, эта информационная компания. Безусловно. И она предназначена для того, чтобы каждая персона в окружении Путина задумалась на тему своих личных перспектив. После того, как Путин уйдёт как политическая фигура в небытии. И это очень хорошая, кстати, история. Потому что у него действительно проблемы со здоровьем. Это, видно, не вооружённым угловом. Ну, да, абсолютно. И о степени этих проблем, она же уже, это же дело расплывчатое, размывчатое. В любом случае, он не молодеет. И публике подсказывают, что нужно задуматься. Я не шёл бы так далеко, как ты. В смысле, там, помогите задуматься. А что не поможет? А в России? А в продиции? Ну, 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 мы помним, как умирал Сталин, да? Именно так. Ему просто не оказали помощь, когда она нужна была. Да, Иосиф Виссарионович отдыхает, не мешайте. Да, не мешайте. Хрусталёв машина. Хрусталёв машина, всё, Хрусталёв машина. Хрусталёв машина, всё, 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 Х